Чуть прикасаясь губами к засохшему хлебу, запах знакомый вдыхая до черных кругов. Девочка в парке стояла с глазами в полнеба, тихо дрожа от мороза без слез и без слов. Из темноты незаметно щенок появился, вытянул морду и, глядя ей прямо в глаза, Нет, не скулил, он как будто бы Богу молился, воздух клотая и взглядом по хлебу скользя. Глянула вниз, по старушечке губы поджала, взябкой ладони зажав драгоценный кусок, бросилась в сторону и как смогла побежала. Спал Ленинград, а чужой, ненавистный щенок лег на живот и пополз по январскому снегу. Жалко скуля и надеясь беглянку догнать. Та подскользнулась на льду и упала с разбегу. Воздухи таяло. Таяла музыка строчек. Злая луна почему-то мерцала свечой. К жизни вернул ее маленький теплый комочек. Громко сопел он и тыкался носом в плечо. Из-под ресниц покатились соленые льдинки. Тонкие руки на ощупь упрямцы нашли. Хлеб разломили и дали ему половинку. К сердцу прижали и этим от смерти спасли. Чудо не вышло. Нева подо льдом клокотала. Но никого не шокировал странный дуэт. Мертвая девочка тихо спала у вокзала. С мертвым щенком на руках занимался рассвет.